МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Хорошо садиться. Сегодня у нас две последних лекции, завершающие. Они посвящены таким вопросам, в которых либо угасают классовые моменты, не так ярко представлены, либо вообще, так сказать, речь о таких категориях, которые сами по себе носят неклассовый характер. И тем самым выходит за рамки того, что рассматривается, когда берут категорию общественно-экономической формации, в которой мы берем общественное бытие, положение производства, то есть в общественном бытии классов различных, слоев, берем их экономические интересы, берем противоположность классовых интересов, рассматриваем такие понятия, как государство, политика, идеология. И вот мы добрались до культуры. Вот в культуре, с одной стороны, классовые интересы и классовая борьба, соответственно, они угасают. Почему? Потому что культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Причем именно опыт человечества, потому что не просто что-то созданное человеком, человеком созданное и хорошее, и плохое, и нужное, и вредное. А именно накопленный опыт человечества, материальный и духовный – это и умение, уже запечатленное в орудиях и средствах производства создавать, производить средства для жизни. Это связано с производством средств производства, орудий труда, предметов труда и производства и, соответственно, результатов производства. И поэтому большая разница в том, как потребляли мясо, скажем, люди, которые работают на общинном строе, ловили мамонтово, как-то его разделяли на куски, и разрывали, и жарили, и другое дело, как сейчас то же самое мясо летом покупают для шашлыков соответствующие припособления, уже для них все готовлено, уже промышленность работает, сдает стальные, стальные, так сказать, все эти коробки и прочее для того, чтобы делать шашлыки. Ну и плюс еще применяются вилки, которые предполагают электричество, если это алюминиевые вилки, правда? Потому что без электричества вы не сделаете, не выработаете алюминий из глины. Шампуры стальные, а сталь делается не просто так, а из чугуна, а из чугун делается и из железной руды, а для этого нужно выработать кокс, а кокс вырабатывается из угля, значит, нужно уметь добывать уголь, иметь коксовые батареи, строить доменные печи, и вот только вот в результате этого всего можно сделать, так сказать, бангал, в котором будет вроде бы то же самое, что и так получали первобытные люди. Ну, зато это все можно приобрести не так дорого в магазине, все уже готово, и угли готовы уже есть, бери, все хорошо. Единственное, что плохо, трудно заставить рудящихся потом убрать за собой то, что они там разложили на траве или на берегу, поскольку это тоже входит в понятие культуры. В этом отношении у нас к культуре не очень все здорово. Ну, вот культура эта, это применительно к материальным предметам, а если мы возьмем область духовной культуры, это что такое, это архитектура, это и живопись, это и театр, да? Это все, что относится к области искусства, это и искусство писания книг, билетристика, писательское искусство и так далее. И вот в этой культуре, хотя и угасают классовые моменты, но эта классовая борьба, она же средствами искусства описывается, правильно? И художник, если это крупный художник, независимо от его личной какой-то позиции, он отражает ту борьбу, которая в жизни ведется. Поэтому великие художники отразили и великую борьбу, правильно? Скажем, Пушкин написал «Капитанскую дочку» про, там где описывается крестьянское восстание, крупнейшее Пугачева, да? Лев Толстой отразил проблемы войны и мира, которые были, отразил картины жизни народной, и про него Ленин писал, что вот это вот Льва Толстого в искусстве, в литературе не было крестьянина. Хотя, что касается его там философской позиции, он говорил, что если он в литературе матерый человечище, глыба, то в отношении его философской позиции помечек и родствующий во Христе. Но поэтому надо так и относиться к произведениям культуры, и, собственно, к авторам этих произведений, что для оценки произведения культуры не столь важно, какую позицию политическую, идеологическую занимает. Пусть пишет хорошие картины, создаёт прекрасную музыку, ну а что он понимает под классами и классовой борьбой, если для этого другие люди, они как-нибудь разберутся. У которых это дело является делом профессиональным. Но у нас так считается, что если человек в какой-то области достиг известных высот или даже вершин, то он может и в других областях высказываться так. Маркс называл это явление профессиональным идиотизмом. То есть в силу такого очень резкого разделения труда человек в какой-то области, действительно великий профессионал, и там последнее слово науки, если вот ставить плюсики, здесь надо поставить плюсик, а во всех остальных областях, по которым он высказывается, можно поставить минусики, потому что он как образованный человек, пытается какие-то журналы читать, которые под руку попадают. Как вы понимаете, ни один серьезный ученый не ограничивается тем, чтобы читать то, что попадается под руку и то, что всем подсовывается. А он ищет действительно великие и гениальные произведения, на них опирается. Ну вот наиболее яркий пример, скажем, с фигурой Сахарова. Сахаров, как известно, вот памятник, которому у нас тут стоит. Сахаров, как известно, крупный ученый-физик, герой социалистического труда. Заслуженно получил герой социалистического труда за работы, связанные с разработкой ядерного оружия. Тут не может быть особенных дискуссий и спора, а никто и не спорит, с одной стороны. С другой стороны, он решил, что поскольку он крупный физик, он большой политик. И он, значит, написал даже Конституцию. И, так сказать, все либералы, какие у нас были, они очень бурно его приветствовали, таскали везде, выдвигали, поднимали. Причем поднимали не как физика, а как великого политика. И вот мне в свое время, когда были выборы в последней, Верховный Совет России, а я был тогда на общественных началах консультантом ленинградского телевидения и присутствовал на таком интересном круглом столе, когда обсуждался вопрос о переименовании площади пролетарской диктатуры в Санкт-Петербурге. Ну вот выступают либералы, многочисленные кандидаты, их было много, один за другим выступает, говорит, это слово кровавое, это ужасная диктатура, это страшное дело, надо это переименовать. А во что переименовать? И вот они предлагают переименовать площадь Сахарова. Поскольку Сахаров создал Конституцию, он вообще крупный политик, и, так сказать, с идеями Сахарова связано все дальнейшее наше развитие. Потом выступил Александр Викторович Дегтяревов с факультета истории вышедший, доктор исторических наук. Он говорит, ну я вообще-то историк, вы же говорили, что не надо белых пятен создавать, ну и не создавайте. Вот есть площадь, она исторически называется площадь пролетарской диктатуры, и не случайно, это же Смольный. Ну а вы построите площадь, назовите как хотите, хотите площадь Сахарова. Это будет вполне разумно. А потом выступал товарищ Риверов, представитель Росвидеофильма. Он говорит, что Сахаров? Он что, человек одной площади? Да вы что, вы сами говорите, что он человек не только площади, а город не может вместить масштабов личности Сахарова, как политика. Да я думаю, что город, да и страна не сможет вместить. Пожалуй, и весь мир не вместит, и вселенная даже не вместит. Давайте какую-нибудь комету назовем именем Сахарова, и пусть он летит к такой матери, это в прямом эфире. После этого все попытки переименования площади пролетарской диктатуры как-то отпали. Никто больше не пытался. И поэтому, скажем, бывший дом политпросвещения, который прямо напротив Смольного, и в котором был создан бизнес-центр, ну и имел такой адрес, бизнес-центр, площадь пролетарской диктатуры, дом 6, очень красиво так. Ну там есть и улица пролетарской диктатуры, потом, если вы придете к пропелеям, не знаю, ходили или нет, сначала вы видите справа первый совет пролетарской диктатуры, а слева дозраствует диктатура пролетариата. И, так сказать, мимо Маркса и Энгельса, справа Маркс, слева Энгельс, вы проходите, а дальше вы уже не проходите. Я еще прохожу, потому что у меня пропуск Смольный есть, как у главного редактора газеты. И там стоит памятник Ленину, имеющий высокую художественную ценность, и на нем написано 1917-1927, диктатура пролетариата. Так что все, так сказать, там сохраняется, при том, что, ну вот, понятно, что власти у нас уже разные, но они достаточно культурные, понимают, ну что было, то было. От того, что вы что-нибудь переделаете, или снимете, или скроете, оно же никуда не пропадет. Тем более, что довольно глупо убирать какие-нибудь памятники, потому что, ну, я думаю, что вопрос не в памятнике, допустим, Ленину, а в том, что он написал. А то, что он написал, пожалуйста, во всех библиотеках есть полное собрание сочинений, и можно его приобрести, правда, сейчас в старой книге, но можно и заказать, например, Сталина можно заказать у нас в доме книги, и там вам распечатают. То есть там нет готового издания, но распечатают все 13 томов, которые были изданы. А сейчас уже изданы, нет, там не распечатают другие тома, а вот другие тома под руководством Косолапова, Ричарда Ивановича были изданы и 14-й, и 15-й, и 16-й, и 17-й, и 18-й тома собрания сочинений Сталина. Вот. Поэтому у нас, конечно, нет такого отношения к культуре как вот на Украине. На Украине вроде бы какое должно быть отношение к Ленину. Только при Ленине Украина была независимой действительно. И впервые получила независимость. Поэтому надо все памятники Ленина надеть в вышиванке и приходить и складывать туда цветы. Ну, народ темный, и что ты с него возьмешь. А у нас как бы этого нет. Вопрос-то вдруг исчезает у нас памятники Ленина. Никто их не громит, не притаскивает бульдозеры, они вдруг исчезают. Например, знаете Таврический садик между Таврической улицей и Потемкинской. Так вот, когда заходишь в садик, слева была небольшая, невысокая фигура Ленина, бюст. Садик закрыли, на реконструкции открывает, а нету там цветочки. Никто ничего не против ни Ленина не выступал. Или такая ситуация. Вот, если вы помните, на вокзалах двух, в Московском и Ленинградском, стояли люсты Ленина. В связи с чем? В связи с отъездом правительства советского из Петербурга, Петрограда, в Москву. И вот при Собчаке, который был в свое время у нас заведующим кафедрой хозяйственного права в университете, и мы были очень рады, когда избавились от его болтовни, когда он ушел на пост губернатора. А здесь на четверть ставки был, на юридическом факультете. И вот он озаботился тем, чтобы во что бы то ни стало снять, то есть почерк все тот же самый, что сейчас на Украине, снять вот этот самый памятник Ленину. Ну, от этого, как вы думаете, от того, что снимают памятник Ленину, больше читает Ленин или меньше? Ну, так бы уже забывали, а тут вроде как опять что, раз снимают, надо почитать. Что снимают? Я, например, Сталина начал читать только по одной причине. Думаю, что ты так много обвиняешь его? На обвиняемого надо выслушать же все-таки. Он долго у меня лежал в собрании священников и Сталина. Я его купил, но не читал. Потом, ну, пристал, смотрю, он Ленин это знает, здорово, надо сказать. И видно, что человек умный, по крайней мере. Сняли. А в Москве, а в Москве Лужков не снимает. А почему? Как почему? Вот представьте себе, кто бы был Лужков. Лужков был бы мэром Москвы, какого-то там города захолустного, а здесь столичный Петроград, Ленинград. Да? Так Ленин увез столицу в Москву, привез ее, а увез от Собчака столицу, и привез ее Лужкову. Поэтому Собчак поторопился бюст Ленина убрать, а Лужков не убирал. А когда пришел Собянин, который, как говорится, к этой истории никакого отношения не имеет, потому что привезли ее, он сам привезен в Москву. Поэтому он устроил там ремонт Ленинградского вокзала. Вокзал-то Ленинградский, между прочим, не Николайский. Закончили ремонт. Ну, люди, которые там не видели, они вот так заходят, и как будто следов нет этого самого памятника. Ну, нет его. Ну, реконструкции. Сейчас вот под реконструкцию иногда историки понимают, наоборот, восстановление того, что было, хоть на время, да? Какие-то исторические реконструкции, а тут наоборот. Давайте прячемся. А в то же время можно наблюдать в Москве и другую картину. Вот если вы придете на станцию Курская, Курская, там, где Курский вокзал, там очень такой большой павильон, высокий, и такой шестигранник, и на нем высечены очень крупными буквами слова. Я видел, как товарищи приехали, от кого-то из другого места явно из дальних стоят и смотрят. А там написано «Свой грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нас путь озарет. Наш вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Причем эта надпись появилась тоже в результате ремонта. То есть ремонт, и как такое культурно-историческое и политическое явление. До ремонта ее там поубирали. Ну, архитектор Москвы и главный, сказать, как это встоконарусоху было написано и сказано, что надо восстанавливать историческую правду. А правда состоит в том, что вот когда создавали метро, вот это было написано. И вот это все восстановилось. И тут партия яблока, которая неправильно называется, потому что правильно по алфавиту называть Болдырев, Лукин, Явлинский. Она называется неправильно. Яблоко. Ну, а может она так называется, чтобы ближе быть к символу Нью-Йорка, как известно, Яблоко, да? Тем более, что она, как печатал журнал Коммерсант Деньги, получала деньги от ЦРУ, а некоторые считают прям такие прогрессивные оппозиционные партии. Ну, вот партия Яблока протест написала по поводу того, что вот, когда восстанавливали Курский вокзал, восстановили эту надпись. А я слышал выступление по радио главного архитектора, который говорит, да, мы восстановили историческую правду, но не всю. Там еще стоял памятник Сталину, его тоже надо восстановить. После этого уже партия Яблока не стала этот вопрос поднимать, потому что иначе он бы закончился вот таким результатом. Вот такие тут интересные вещи. Хотя, надо сказать, все равно не самое главное, если речь о произведениях искусства, это вопрос о том, значит, кто изображен, какую позицию он занимал. Потому что вот есть у нас памятник царю на Мариинской площади, ну, на Исаакевской площади у Мариинского дворца. Это замечательный памятник, посмотрите, там на двух ногах стоит ссадник, вот конь. Кто может сделать? Таких немного фигур вообще, таких памятников. Или памятник Петру Первому. Ну, хороший же памятник, но никому и каким нормальным людям в другие времена, скажем, при капитализме этих царей не снимали, при социализме их не снимали, вернулись опять к капитализму, опять не снимали. Единственное, наш вот губернатор, который Бога возлюбил вдруг, видимо, какое у него образование такое было, что, наверное, с Божьей помощью получилось, что ли, образование. Вот он переименовал набережную Робеспьера в Воскресенскую. А потому что была Воскресенская набережная там. Да кто раньше был, набережная Воскресенская или Робеспьер? Потом, какой у нас строй? Вроде бы у нас буржуазный. А кто такой Робеспьер? Это великий, французский, буржуазный революционер. Но он же не коммунистический революционер, не социалистический, а буржуазный. А что вы переименовываете? Ну, вопрос не о переименованиях, а вообще о том, что в области культуры человек может какие угодно быть у него взгляды, вы с ним можете быть не согласны, а музыкант прекрасный. Правда? Композитор может быть прекрасный. Что он при этом говорит? Не надо слушать, что говорит. Это другая тема. Говорите, что хотите, если вы очень хорошо играете, играйте. Если музыку сочиняйте, сочиняйте. Если вы книжку написали хорошую, ну, не важно, что вы там мелите потом в области философии, истории и прочее. Важно, что книжка хорошая. Она войдет в историю, она есть в завоевании, она есть накопленный опыт человечества, духовный. А как вы к этому опыту пришли? Ну, это озарение какое-то было. А к другому, у которого правильная идея озарения и не пришло. Один даже очень боялся, что вот оно придет, это вот озарение, идея придет, а он пропустит. И он так здорово подготовился, он знал, что она может прийти ночью, а ночью она ведь если пропустит, уже потом не придет. Поэтому он приготовил лист бумаги, положил на стол около окна карандаш, а вдруг ручка не будет писать карандаш. Знаете, что вот мучились американские космонавты, никак не могли решить проблему. эти шариковые ручки растекаются в космосе. А потом они когда сели на общий корабль, видят, наши лихо пишут карандашами, у них нет проблемы, никакой. Грифель выбирай, какой хочешь, хочешь мягкий, хочешь твердый. Красота. Ну вот он карандаш положил, и идея пришла ночью, именно ночью, как он и предполагал. Он сразу встал, записал и проспал 13 часов. А что ему теперь вставать? Ну, у него уже идея ему подвана, поймана в кармане. Проспал 13 часов, встает и сразу к столу открывает дверь, солнечный свет и читает «Воздух сух как гвоздь». Вот такая ему идея. Ночью она оказалась очень светлой, она в свете дня показалась не такой глубокой. Такое бывает. Поэтому вовсе не следует из того, что человек имеет какие-то правильные политические выверенные позиции идеологические и он создаст что-то хорошее. Так история не устроена и жизнь так не устроена. А поэтому люди, которые являются крупными в политике, это понимают, например, тоже Ленин или Сталин, они взаимодействовали с художниками и поддерживали всякого рода культурные достижения. Например, что такое сталинские премии? Это вот гонорары, которые Сталин получал издания своих произведений, а и все эти гонорары были направлены на что? На премии для поддержки достижения культуры. Много было сталинских премий, поскольку гонорары были хорошие. Это же не Собчак, который издали его книжку где-то во Франции, кого-то заинтересовало мнение мэра какого-то второго города России. И такой был способ подкупа. И вот он эти денежки всех брал. Или Горбачеву за его издание этой книги новое мышление для нашей страны и для всего мира. Новый Егель есть вот метафизическое мышление, диалектическое есть новое у Горбачева. Но новизна его была недолго и мышление это так себя не проявило. Тем более, что писал эту книгу тот, который ни одной статьи не написал в жизни сам. Ни одной. О чем есть доказательства, подтверждения в воспоминаниях Болдарева, который руководил аппаратом Горбачев. Мнига интересная Болдарева, можете почитать. Вот такая картина. Так что, что касается культуры, здесь, конечно, есть элементы социалистической культуры, демократической культуры, в соответствии с эпохами соответствующими. Шла борьба за демократию. И вот, когда эта борьба была прогрессивной, то, соответственно, и эта борьба получила свое отражение в искусстве. И очень много вы посмотрите оперы и балеты, в которых есть всякие социальные сюжеты, правда? или борьба с силами зла, как у Дон Кихота. Хотя эти силы зла в виде мельницы. Ты с ними борешься, они тебе руки отрубают. Тяжело с ними бороться. Но он все равно борется. Главное руки не опускать. Есть реакционные идеи, мысли. Вот, скажем, крупный художник Достоевский, ничего там такого прогрессивного идейно нет. В тех, кого он считает социалистами, вовсе никакие не социалисты, по сути дела. Но их он пытается изобразить просто мерзавцами уже. Но это дело у художника, он как хочет, так и изображает. Это видение человека, правда? А все это в искусстве накапливается, сохраняется поколение. И чем крупнее художник, тем лучше он изображает то, что было на самом деле и что принесло вообще людям. Вот, скажем, я бы мог порекомендовать из периода, который оценивает историю Советского Союза, книгу Иванова «Вечный зоб». Замечательная книга, большого очень художника, высоко художественная, и в то же время там нет никаких вот таких ходульных типов, когда одни только левые, другие только правые, а есть и такие, и такие, есть путаники, есть заблуждающиеся люди. И показана не классовая борьба в переходный период, это у Шолохова раскрыто очень хорошо, и в поднятой сирене, и в тихом доне. А вот что касается классовой борьбы при социализме, пожалуй, вот кроме книг Иванова, которые можно поставить на первое место, и книг Шевцова, и Всеволода Кочетова, в общем-то и литературы нет. В литературе это не очень отражено, то ли таланта не хватало, то ли острота была такая, что как-то люди не смогли при этой остроте сесть и написать художественное произведение, а не политическое. Это же разные вещи. Вот, так что, но тем не менее, вот вы знаете, что по книгам Анатолия Иванова Вечный Зов и Тени исчезают в полденье замечательные кинофильмы созданы. И, между прочим, в Вечном Зове играет Ада Роговцева прекрасно, а там сейчас она на Украине стала рупором, оголтелым, причем рупором, сторонников войны с Россией и сторонников уничтожения Донецкой и Луганской республик. Ну вот, собственно, нам сейчас надо выяснить, что такое вообще культура. Культура это накопленный опыт человечества материальный и духовный, а дальше надо изучать собственно культуру. Поэтому больше тут с точки зрения философской особенно нечего и рассуждать. Культура в стороне от политики не стоит, и она используется. Например, некто Шатров, который изображал из себя драматурга и создавал так называемые ленинские пьесы, в уст Ленина вкладывал идеи Троцкого и в итоге, так сказать, а Горбачев вводил на эти пьесы партийный актив Москвы. Вот люди, которые из этого партийного актива не считали Ленина, оденут красивые платья, красивые костюмы и идут и думают, что это говорит такой свежий новый Ленин, а это Ленин высказывает идеи Троцкого якобы. Причем в пьесе «Синяя коня на красной траве» был применен такой прием, а и не важно как выглядит Ленин, вот как вы выглядите, будете Ленин, так будете играть, а вы так, а я так. И вот было 100 Ленина, все разные. И не важно какие идеи, и не важно какой образ, вообще ничего не важно, а важно, что эти пьесы представляли собой некое политическое действие и как использование культуры просто как некоторое средство политической обработки населения, в том числе и партийного актива. То есть такое может быть, потому что политика от идеологии неотделима, а идеология от культуры тоже неотделима, поэтому не может быть такого, чтобы в области культуры совсем не проявляли себя политический процесс. Ну вот меня однажды попросили написать статью в журнал «Кредо Нью», и я написал сюда «Культура и политика» такую статью, и можно ее прочитать. Специально посвященный вопросу не культура отдельно и политика отдельно, по принципу, говорим про Петрова, а потом про Иванова, а взаимодействие, взаимоотношение культуры и политики. Уж не знаю, почему это наш российский журнал называется «Кредо Нью», но у нас даже самый патриотический автомобиль УАЗ, единственный легковой, который в России выпускается, российским производством, называется «Патриот», но «Патриот» пишется английскими буквами, остается вопрос, «Патриот» какой страны вот этот патриот. Сомнительно, чтобы в Америке писали, когда они что-нибудь патриотическое выпускают, чтобы они по-русски писали «Патриот». Сомнительно. Но не будем к этому придираться, в конце концов это мелочь, не в этом дело как называть. Так, а теперь обратимся к такому понятию, «нация». Которая, можно сказать, вообще классового характера не имеет, это к понятию «нации». «Нация». 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 Этому понятию не очень ведет специалистов по этому вопросу очень мало, и как бы они не очень видны, эти специалисты. А больше говорят вообще о национальных проблемах, о цивилизации и так далее. «Нация». А есть отдельно понятие «нации». Есть понятие «народности». Есть понятие «народа». Есть понятие «племени». Правильно? И все это разные понятия, и мы их должны различать. вот во многих изначально связанные с национальными вопросами категории начали какой характер? Ну, отпечаток кровно-родственных отношений. Правильно? Вот у вас есть племянник или вы чей-нибудь племянник? Это что значит? Ну, племя то же самое. Это родители, братья или сестры родителей, а у них есть дети, а вот эти дети вам племянники. Бросите, не вам племянники, а дети этих братьев и сестер племянники ваших родителей. Правильно? Вот. А ваши, так сказать, а их дети вам двоюродные братья или сестры? Ну, племя одно. А вот если много этих, сейчас подумаешь, там два человека в семье или три, какое тут может быть племя? Развай обчелся. А когда этих братьев и сестер, когда? По 13, по 15 человек было в семье. А у каждого, значит, у братьев и сестер 14, а у каждого из них детей по 15, по 13, по 14, так целое племя, конечно, там. У них сколько племянников, все это племя. То есть, когда мы говорим о племени, мы имеем в виду кровно-родственные отношения, людей, состоящих кровно-родственных отношений, кровные родственники или их супруги. Правильно? Когда мы говорим народность, то мы тогда имеем в виду, что это, конечно, уже больше, чем племя, но, тем не менее, речь идет о близко стоящих друг с другом. Вот, скажем, я родом из деревни, сам, село Староклинское, Первомайского района, Тамбовской области, и там можно было наблюдать, как складываются эти отношения. Если туда приедешь, там, во-первых, все с тобой здороваются, и сразу начинают выяснять о какой-то степени родства. И там не встретишь таких людей, которые ни в каком родстве с тобой, но если не двоюродные братья, конечно, немного, а троюродные или еще какие-нибудь, во всяком случае все себя знают, и уж, по крайней мере, фамилии твоих никто не знает, там фамилии свои, называется прозвище. Например, если я скажу, что я попов, то я не знаю таких. А, Юрковый? А, Юрковый, знаем, Юрок был. Или какая-то была женщина, которая разбила яйцо, а яйцо оказалось тухлым, Балтыш. Ну, вот стали ее звать Балтышиха. И дети ее Балтышиха, Балтышиха, и Сомана Балтышиха, и так все ее родственники Балтышиха, и не отмажут от этого. Прабабка моя Карамнова по паспорту. Никаких Карамновых там никто не знает. Мощагины. Это называется почему-то прозвище, хотя чистые фамилии просто. Но фамилии другие и так далее. И поскольку люди так неподвижно там находились выходили замуж кого-нибудь в соседнем селе и так далее. То есть такие вот отношения близкого родства или дальнего родства. Они расширялись и такого рода складывалась определенная народность. А вот если вы скажете, что такое народ, вот тут уже несмотря на то, что народ наверное рождается, несмотря на такой этимологический корень, уже ничего общего с скромно-родственными отношениями не имеет. Что такое народ? Можете кто-нибудь сказать? Что означает понятие народ? Население. Ну, население. Население это жители, а народ другой смысл имеет. Население. Почему население? Население это вы говорите где они население населит. Населяет. Население может быть города, хотя это странно, да? Города, но его как к нему относятся как к селу. Историческая общность людей? А? Историческая общность людей? Историческая общность Ну, это вы не сказали историческая общность. Таких общность может много быть. Диалек имеет общность? Нет. Если существуют такие понятия как русский народ, то есть я думаю, что народ это что-то близко к нации. Диблийская к нации, но это часть, но это часть нации, а не вся нация. нация мы еще не говорили, а народ это часть нации. Какая часть нации? Вы слышали, что дворяне ходили в народ? Ну, это что, японские дворяне были? Или русские дворяне ходили в народ? А был народ, а был высший свет. Было? Было? Так, высший свет это народ? Или есть народ, а есть высший свет? я думаю, так, если мы будем подходить исторически, а мы находимся все-таки в институте истории, правильно? Давайте будем подходить исторически, разделялось понятие народа, и хождение в народ было, люди туда, интеллигенты, разночинствы шли в народ, чтобы его просветить. Кого вы собираетесь посвящать? Дворян? Или кого вы собираетесь просвещать? Кто народ? Кто? Народ объединен языком, культ, историческим прошлым, общий культ мухой? А что, дворяне не объединены, что ли, общей культурой, историческим прошлым, языком? А вы хотите сказать, что дворяне нас на французском говорили, поэтому они не объединены? Нет, они по-русски тоже могли говорить. Может быть, это все вместе и нация, и социальное положение, то есть историческое прошлое? Да, да, вы близко подошли, почти совсем рядом, тепло. Поэтому, а как вот это узнаешь? А знаешь, надо читать соответствующие уже научные произведения. У Ленина говорится очень просто, народ это рабочие и крестьяне. Рабочие и крестьяне народ. То есть, а если это обобщать, это значит непосредственные производители материальных благ. Вот я в народ не вхожу, потому что у меня, когда я читаю лекции, жареные рябчики, ничего, ни одной лекции не было, чтобы прямо выскакивали. Я могу вам описать этих рябчиков, но чтобы они появились у вас, это вам отдельно надо идти в буфет. Народ это непосредственный производитель материальных благ. И только в таком смысле, только в таком смысле используется слово народ во всех 55 томах произведениях Ленина. Народ это рабочие и крестьяне. То есть это уже мы сейчас говорим о том, не о том, что, как исторически произошли эти слова, а сейчас мы говорим, что означает это понятие. Есть народ, а есть высший класс. Антинародная политика может быть у тех людей, которые входят в народ. Не может быть. Поэтому антинародная политика может быть у кого? У феодалов. Правильно? У буржуазии может быть антинародная политика. Антинародная политика может быть даже у тех, что не буржуазии и не феодалов, каких-то чиновников государственных прессоциализме, которые ведут антинародную политику, а считаются слугами народа. плугами народа считается а если они объявили себя народом как некоторые вещи предполагали так но морская намекали дескать мы тоже народ ну вот нечего то интересоваться как вы живете неважно как вы живете я тоже народ надо себе подумать бедном а то все о вас о вас о вас ну вот последнее время чтобы эти в этих вопросах не разбираться вообще в национальных и других связанных с национальными придумали такое слово и от нас иностранная она чем хорошо а тем что она освобождает от этих проблем дескать однородность это и от нас племя это это правда нации это и от нас человек нас еще и мы изучаем этнические проблемы вот на фоне вот этих разговоров проект нас очень важно разобраться вопросе о том что такое нация значит нация дорогие товарищи это такая историческая общность которая сложилась на этапе развития товарного хозяйства когда товарное хозяйство стало развиваться она захватывала самые разные племена разные народности людей которые говорили на самых разных языках и началось перемешивание разных отдельных племен отдельных маленьких народностей и так далее и создание достаточно крупных образований которые бы говорили на одном языке на таком на таком какому было удобнее вести производство и торговлю на таком какой получилось исторически как сложилось исторически и вот это вот исторически сложившаяся общность людей а общность людей базирующие основывающиеся на общности территории экономики языка и культуры и называется нации то есть нации это общность людей основывающиеся на общности территории экономики языка и культуры вот сразу контрольный вопрос евреи образуют нацию или нет нет почему по какому принадлежать даже по очень многим во первых нет общей территории не общего них территории если то евреи в российские если евреи американские если евреи китайские если евреи негр и если евреи нету есть есть грузинских евреев и так далее много разных таких евреев которые являются частью соответствующих наций имеет общую экономику территорию язык и культуру а есть такое государство или такая страна который бы евреи имели общую экономику территорию язык и культуру есть израиль так ты израильская нация есть еврейской нации нет на израильская нас есть израильские ве образует израильскую нацию свою вот и все а идея в единой еврейской нас это и есть главная идея сионистов причем есть серьезное к этому отношение вот сионизм состоит в том чтобы объявить что где бы ни были эти евреи на каком бы континенте они находились где бы они ни жили в какой у нее были экономики все это одна и та же нация то есть эта идея прямо противостоит идея и скажем сотрудничество пролетарии всех стран она разделяет и по национальному признаку и даже и по театре альному поэтому есть такой анекдот что значит все такое сионизм сионизм означает как бывает когда один еврей дает деньги другому еврею чтобы тот третьего еврея отправил израиль и как вы понимаете это вот это анекдот соответствует нынешней практике потому что скажем евреи банкиры вовсе не собираются из америки уехать и какой-то израиль и ждать когда там будет на под нападение со стороны арабских противников израильского господства там на голландских высотах и так далее вот или евреи которые находятся на какой-то территории вошли соответствующую экономику разговаривают на соответствующем языке и которые вошли соответствующую культуру является принадлежностью той нации в которую они вошли точно так же как если русский уедет в америку и будет там жить и появится у нее там дети и будет он и они будут говорить уже на английском языке и он станет для них родным и если там они войдут экономику и культуру они будут отвечать всем признакам нации какой американской поэтому в америке есть американцы какого происхождения российского канадского английского французского китайского корейского в большом количестве происхождения до мексиканского происхождения то есть там очень много американцев самого разного происхождения причем в америке однозначно все понимают что это все люди принадлежат какой нации американской не думаю что американцы знают определение нации по крайней мере основная масса но они этим определением по сути дела руководство точно так же вот вы приедете во во францию во что будут считать русским не если вы приедете во францию получите французское гражданство будете работать на французском предприятии никто вас не вы не можете сколько угодно доказывать что вы русский а нет француз француз раз во франции привез к сусу все весь разгар у нас решили эту проблему проще кто-то придумал на этапе разложения социализма и перехода его в капитализм обратно решили давайте мы чтобы этих проблем не было национальным из паспорта уберем просто графа национальность и все графа убрали а проблемы от это не исчезли правда не исчезли но процесс сближения нас и вам все равно идет неостановимо потому что идет общность экономик экономика все более развитый общественный характер получает и она становится все более мировой экономикой какие бы санкции не делали как вы понимаете у нас очень много иностранных товаров том числе американских английских из всех санкционных стран правда и наши там вот например американцы которые делают санкции не делают такие санкции чтобы не покупать наши двигатели для ракет атлас который использует министерство обороны в америке и вроде бы и президент бы за это а министерство обороны за чур мы останемся без ракет но это же факт что скажем кто какие ракеты возят на международную космическую станцию людей космонавтов пять лет последних наши или американцы наши американцы денежки платят как чтобы их привезли на станции то что они очень тоже как у нас то толком плана нет и в америке плана тонком нет они хорошая была программа шаттл у нас была программа буран ну которая аналогичная была который это вывела корабль на космическую орбиту которая приземлился без использования двигателя а потом его забросили в связи с тем что он советское время а у американцев программа кончилась и больше средств доставки нет на космическую станцию вот они платят доллары нам при всех этих вот станциях они платят денежки и немаленькие миллионы долларов за то что вы прокатите американцев и доставить их сначала доставить но дальше мы спать и заплатить и мы спустим как у вас же как деньги деньги вперед вам надо спуститься обратно с орбиты платите подгоним союз посадим и отведем вас вниз но правда сначала казахстан там они приземляются корабли союз на байконуре на том космодроме который построен всем советским народом а считается принадлежащим казахстану и мы казахстану платим арендную плату и вот так теперь это выглядит то было дело всех так сказать народов вот теперь деньги наши казахстану отдавать он хорошо развивается поэтому свою экономику казахстан но у нас правда создаются новые космодромы в том числе космодром восточный создан новый из которого можно будет запускать корабли на вот близкую к орбита к экватору орбит итак нас и это общность людей характеризующиеся общностью или основывающиеся на общности территории экономики языка и культуры ну а как вот назвать скажем художника левитана как как его назвать который прекрасные картины природы рисовала российские правда замечательные картины как она назвать русский художник еврейского происхождения а диктор левитан тоже вроде еврей по национальности русский диктор еврейского происхождения начали немецкого прохождения это русский на же много было по крайней мере немцев по волге который немецкого происхождения русский немецкого происхождения вот я Я, например, знаю хорошо Тимофеева Евгения Петровича, который замечательный председателя Портового комитета российского профсоюза докеров. Он по национальности мариец, родился в городе Волжске. Как теперь называется? Мариэл. Ну, кто он такой? Ну, русский докер. Какого происхождения? Марийского. Ну, конечно, себя русским называет так же. И, конечно, он говорит не по-марийски. А с кем он будет по-марийски говорить? Он все время здесь был матросом, потом десятилетиями был докером, сейчас на освобожденной профсоюзной работе. Профсоюзный докер. Или вот один из моих учителей, Василий Якщельмеев, доктор философских, доктор экономических наук, заслуженный работник науки, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Кто он по национальности? Мардвин. Ну, кто он такой? Вот мы, наши товарищи с факультета социологии, вот и товарищи с других факультетов, которые его знали, и для которых он много сделал для их развития и научного восстановления. Все, как один, русские, все приезжают на кладбище и отмечают его, годовщину его смерти или день рождения, в связи с тем, что товарищ Ельмеев является крупнейшим русским ученым мордовского происхождения. Ну, из Мордовии тоже туда приезжают. Ну, как вы понимаете, я думаю, это для Мордовии не зазорно, а почетно, что его, такого ученого, как Ельмеев, считает не только мордовским ученым в пределах только одной Мордовии, а российским ученым он является заслуженным деятельным наукой, доктор экономических и доктор философских наук. Ну, и для нашей страны это вообще характерно, правда? Вот, например, у меня соавтором был Моисеенко Николай Андреевич, декан нашего факультета, у нас факультет высшим этажом был экономический. У него жена Валентина Ивановна, русская, две дочери, Света и Наташа. Света записалась русской, Наташа записалась украинской. Ну, и вот две родные сестры, одна украинка, вторая русская. Вроде как и странно, хотя ничего странного в этом нет. В национальных вопросах самое прогрессивное в течение – это ассимиляция. Поэтому всякого рода национальное обособление, попытка отградиться от этой ассимиляции, ничего общего с правильной позицией в национальном вопросе не имеет. Это называется буржуазный национализм. Буржуазный национализм. Хотя буржуазный строй именно и создал-то эти нации, потому что когда капитализм был прогрессивный, тогда эти местные, какие-то частные, небольшие рынки все эти ломались, ломались, и создавался больший, большой рынок. По возможности, мировой. И все меньше и меньше было национальной узости, и все больше. А какой язык при этом применялся? Такой, который складывался в ходе хозяйственного оборота. Поэтому язык не назначается. Тем более в области национальных отношений не может быть никакого насилия. Поэтому никакого государственного языка быть не может. Теоретически. Практически могут его установить. То есть я вот силой буду заставлять вас говорить на японском. Вот не будете мне сдавать на японском, ну и сдадите вы экзамен. Это нормально будет, нет? Как можно заставлять? Язык это из области культуры. Причем тут? Причем тут насилие? А государство это орудие насилия. Не может быть государственного языка. Как было в Советском Союзе? Наверное, все знают, что в Советском Союзе национальных проблем не было. Не то, чтобы не было вообще проблем. Это каких-то противоречий. Противоречия это были. Но проблемы называют не любую задачу, а какую? Трудно разрешимую. Трудно разрешимых не было. Почему? Потому что, например, защита диссертации. Вот товарищ в Узбекистане написал диссертацию. Защищаться где будете хотите в Узбекистане. Но почему-то все хотели защищаться в Узбекистане в Москве. Узбеки. Как это? Почему? Ну потому что они... Ну если я вот ученый узбекского происхождения, мне хочется, чтобы вы не только узбеки знали. Вы открытие сделали для человечества или для Узбекистана? Наука-то какая-то сфера деятельности? Общечеловеческая, правильно? Поэтому, конечно, стремились. И очень многие защищались здесь. Приезжали из Ташкента, защищались. Но в соответствии с тем порядком, который был в Советском Союзе, вы имеете право защищаться на узбекском языке. Хотите, чтобы никто не понял тут? А вам переведут. Будете сидеть до ночи, и вам все переведут. Вызовем переводчика. Все будет переведено на узбекский язык. Желаете вы такую язык? Не желаем. Какую желать? На русском, пожалуйста. Дело ваше. Хотите на русском? Пожалуйста, на русском. Не сердца, что писать будете. На узбекском или на русском? Ну если вы хотите, чтобы ее прочитали только узбеки, но почему-то никто не хотел, чтобы прочитали такую узбеки, писали на русском, чтобы его прочитали как можно больше людей. Поэтому к нам приезжают товарищи из Казахстана, из Узбекистана, ну прекрасно разговаривают, из Киргизии. В Киргизии я должен сказать, что вот эти глупости, которые в некоторых других постсоветских республиках уже нагородили, там и этого нет. Например, в Киргизии русский язык изучают наравне с киргизским. Не только наравне, а больше русский, чем киргизский. Почему? Ну потому что выход Киргизии в большой мир идет через Россию. И совершенно понятно, что если люди хотят, чтобы Киргизия развивалась, не была захудала и там какой-то маленьким государством, про которые Ленин говорил, что для них характерный эгоизм мелких наций, ну как вот отгородилась от России Латвия, Литва и Эстония отгородились. И что? Латвия выпускала электрички на весь Советский Союз. На рижских электричках все мы ездили. Выпускала малолитражки. Выпускала радиоприемники ВЭП. Прекрасные приемники, которые у всех были. И что сейчас там в Латвии? А ничего. Нету там промышленности крупной, нету никакой. И Латвия из страны индустриально-аграрной превратилась в страну аграрную. Это чего добились буржуазные латвийские националисты. Там, правда, вот в Риге есть мэр с русской, губернатор или мэр с русской фамилией. Не знаю, он латыш или русский. Может быть и латыш с русской фамилией, может и русский. Но на него нападают, почему он, значит, на русском языке где-то выступал. Как это он осмелился на русском языке выступать. А итог такой, а итог такой. Уже уехало из полуторамиллионной акции в Латвии 600 тысяч молодых людей, образованных. Не худших, а лучших. Ну, в смысле подготовки своей. В Европу. Что они там делают? Ну, что делают? Кожки моют. Понятно, что делают у нас гастарбайтеры, что делают у Латвии. И что такое? Какой процесс идет в Латвии? Ну, что все больше и больше латыши. Уезжает-то русский, не уезжает из Латвии на запад. Кто уезжает из Латвии? Латыши. Да скоро там одни русские останутся в Латвии. И попросятся в Россию. Чего добиваются, товарищ? Или весь в Эстонии. Кроме Кохтлоярви, который добывает сланец. А ничего там больше нет? Тоже, считай, аграрная страна. Про Литву вообще никто не вспоминает. Одно время тут литовское масло. Ну, зачем оно литовское масло? У нас в Вологодске есть. Вологодске это не хуже литовского. А в Европе? Да они там завалены этим продовольствием. Кому нужна эта литовская? То есть они использовали эту самую Литву как рынок для того, чтобы загубить это литовское производство. И вот чтобы там был рынок для того, чтобы сбывать там товар. Поэтому вот эта вот позиция такая, позиция, националистическая позиция, позиция не ассимиляции, а это значит предоставление в ходу событий, экономики, предоставлять надо. Вот почему у нас сейчас русский меньше изучают во всем мире? Ну, так если у нас темпы роста минус 0,2 процента, вот и будут меньше изучать. Зачем изучать русский язык, если развитие такое медленное в России? Правильно? И наоборот. Когда мы спутник первый запустили, и человека в космос, так и люди бросались изучать русский язык. надо изучать русский язык. А сейчас если в Америке 2,6 процента темп прироста, в России минус 0,2, а в Китае 6,5. Какой язык надо изучать? Китайский. У вас китайский язык изучают на вкульте, нет? А у нас изучают. У нас вот китайский целые отделения культуроводов. Китайский изучают. Я смотрю, а они после этого, после того, как сдали китайский язык, пришли уже, они не в состоянии ничего не сдавать. Тяжело. Но надо изучать, а что делать? То есть вопрос на самом деле, национальный, он решается, национальный вопрос, решается естественным путем. Не надо никаких перегородок. Не надо никакого насилия. Предпочтительнее крупное государство. по сравнению с мелкими. Почему? Ну, потому что больше этот просмах экономически, более быстрое развитие. И всякие задержки в этом отношении. Все такие попытки, вот эгоизм малых наций, он приносит вред, прежде всего, каким? Этим малым наций. Не может быть самостоятельным ни одна маленькая нация в современном мире. Ну, вы знаете, как мы самостоятельно маленькую нацию? Если это не касса, как в Швейцарии. А? В Швейцарии это и есть. Касса, я говорю. Это касса. Касса может быть самостоятельно. Там все деньги хранят. Это кошелек общий, мировой. Поэтому там никто не спорит, никто ничего не столкается. Вы-ка видели в очередь, когда зарплату выдают? Все там тихо, мирно. Так и здесь, и в Швейцарии. Кроме Швейцарии, вы ничего не назовете. Вот была Югославия, крупная держава, крупное государство, европейское, да? Воевала против фашизма, самостоятельно воевала. Это не то, что Болгария, которая была на стороне Гитлера, и не то, что Румыния, и не то, что Венгрия, и не Чехловакия, которая делала башни для гитлеровских танков. И не Франция, между прочим, хоть она большая, но она не воевала по существу как следует с Германией. И на руках у всех этих, тех, кто сегодня нам санкции всякие делает, у них кровь советских людей. Потому что они все поставляли продукцию, участвовали в производстве военной продукции в убийстве нашего населения. Наше население, наш народ потерял 27 миллионов. Говорят, а что вы так сейчас плохо живете? Да то вы живете хорошо, у вас там ничего не упало в войну. Ни один дом. А у нас Сталинград был до нуля, не изведен. А Ленинград морил, морили голодом. При вашей помощи и поддержке. Вот были санкции, это санкции. Это санкции, которые сейчас рассмеются люди. Это санкции нам только на пользу. Как бы урок. Давайте самостоятельно производить. Не думай, что ты пойдешь в ВТО, и там все будут для тебя делать. Никто о тебе не заботится. Позаботься сам о себе. Вот поэтому здесь надо понять вот правильную основу вообще появления самой такой категории нации и понять, естественно, процесс ассимиляции. Какие нации останутся, какие нации исчезнут, это вопрос чисто стихийный. Естественно. Ну, представьте себе, там горские народы. Их там много-много-много-много. Ты умрешь, если будешь изучать все эти вот языки этих народов. Тем более у нас в каждой деревне свой диалект. Я вот все-таки, я всего один год прожил в той деревне, в которой родился. Я вот приезжаю потом, летом, дед говорит, «Да будя!» Думаю, «Чего будет?» «Чего будет?» Оказывается, это «будя» означает «хватит». Вот как откуда? Догадаешься ли это такого? Или говорят, «Колька, Митька, Васька». На своем диалекте говорят в самых разных деревнях. Но есть большой русский народ, который создал уже письменную культуру. Создал соответствующие произведения. И поэтому не надо сводить это все к самому первоначальным таким моментам, которые не были рассчитаны на то, что можно будет записать мысли, записать произведения и так далее, а только на память. Вот почему народная музыка очень хорошая. Почему? Потому что народ плохое не запоминает. А диктофон может запомнить все, что угодно, любую гадость. И еще насадить ее может потом. Развитие это теоричиво, конечно. Поэтому совершенно естественно, что вот с тем, какие успехи имеет тот или иной, та или иная нация, развитие мировой экономики, конечно, будет зависеть ее влияние и будет зависеть, в каких пропорциях будет изучать ее язык. Вот, скажем, в России, в Советском Союзе изучали немецкий язык. Совершенно понятно, почему. Потому что, если на вас надвигается нация, которая будет с вами воевать, или как некоторые дурачки говорят, что мы не знали, что будет война. Сталин не знал, что будет война. Сталин не знал. Мы на немецком уже все учились. Учили все немецкий язык. Перешли с 7-часового обратно на 8-часовый рабочий день. Вовсю готовили все вооружения. Все вооружения были подготовлены до войны. Потом война только развертывалась их. Ясное дело, что надо было. Сейчас надо английский учить. На всякий случай. В том числе и не по причине высокой культуры, а по причине агрессивности американского империализма. Надо знать, что они про вас говорят. Знаете, чем английский отличается от американского или американский от английского? Как бы и это английский язык, и это английский язык. А? Нет, манера и такое вот изложение. Вот представьте, я англичанин. Я что скажу? Я ясно скажу, что my name is Michael. Окей, я по-американски это скажу. My name is Michael. И для вас я рот открывать не буду, потому что вы не принадлежите к американской нации. Я могу ноги положить на столик и на вас посмотреть. Рот я буду открывать. Конечно. Это будет американцем. Причем я был на конференции представителей коммунистических партий. Там был такой товарищ из США Орей. Он тоже таким же макаром говорил. То есть это характеристика не представителей каких-то там верхних кругов. Ну вот такая манера языка образовалась. в связи с тем что это самая крупная самая богатая нация. А если у вас бедная нация а у нас богатая неожиданно рот открывать я буду говорить с вами. Подумайте сами. Вот так. Ну английская у нас чистая вечеря. Конечно. Что там? Была Англия когда у него было много колоний. Сейчас колоний нет. Королева есть. А так особенно нечем хвастаться Англии. Чем может похвастаться сегодня Англия? Особенно так. Те богатства которые были навечно их не запасешь. Надо новое делать. И вот они сейчас решили по старой памяти. Мы сейчас выделим сейчас. Ну и выделить и что. И что выделить и кто будет Англия собой представлять. Будет эту баллонку представлять на поводу Соединенных Штатов Америки. Так хоть по крайней мере со всей Европой но как-то это уже навешало влияние Соединенных Штатов Америки. сейчас нет. Ну и в Европе вы наблюдаете на такой буржуазной основе когда идет развитие. Это развитие не идет так что пусть расцветают все нации. Нет. А что сложится как получится в итоге. Нет. Скажем в нынешнем в нынешней Европе две государства Франция и Германия определяют все. А дальше Греция в долгу как в шелку в Италии в долгу Испания в долгах в долгах поэтому вообще остальные маленькие про них особенно и не разговаривают или они что-то решают мировой политики что они решают сейчас будет решать Македония Сербия Хорватия Черногория Черногория можно туда поехать на пляж и пока у нас вот было что с Черногорией у нас даже виза не надо не знаю сейчас она в НАТО будет входить может придется визу брать а так можно было в Черногорию раз и поехать то есть прогрессивным является развитие общее экономическое развитие и ломка всяких национальных перегородок и наоборот всякие попытки отгородиться представители других наций это вот такая позиция торможение ведет к общему замедлению развития экономического а следовательно и политического что мы и наблюдаем поэтому на сегодняшний день мы видим и так сказать идейные выражения противоположных реакционных позиций в национальном вопросе в чем они состоят во-первых в буржуазном национализме что такое буржуазный национализм это эгоизм национальный люблю свою нацию а ваше ненависть ну это еще просто буржуазный национализм а если я свою люблю а ваше ненавижу это что такое а это шовинизм национальная ненависть терпеть не могу людей такое национализм что вот это шовинизм причем шовинизм может быть и у мелких наций самый интерес какое решение этого вопроса решение этого вопроса очень простое скажем а что касается позиции классовым национальном вопросе хотя национальный вопрос не классовый вопрос но позиция какая-то должна быть у классов передового она очень простая она сводится к тому чтобы свободно развивались все нации без всяких ограничений признается право каждой нации на самоопределение вплоть до отделения а что такое право на самоопределение вплоть до отделения это призыв к отделению или нет нет это чисто отрицательное право отрицательное означает что вот вот мы с вами находимся в едином союзе но при условии что вы можете из него выйти и я смогу выйти а если вы из него не можете выйти то это похоже на рабство значит давайте мы вступим в союз с вами будем вместе работать в основном вы и выйти отсюда вы не можете это что такое это называется порабочение одной нас и другой правильно национальное порабочение что собственно говоря имело место в колониальных империях и сколько этих европейских государств ныне маленьких португалия имела колонии имела Испания имела колонии имела в Америке в том числе в Южной так Франция она и раньше имела и сейчас у нее есть французские территории что это за французские территории в Африке как они там образовались как этого она приросла благодаря своей колониальной политике и колонии французской было и Вьетнам и Лаос и Камбоджа и щупальцы были очень широкие конечно сейчас Франция уже не такая могущественная держава как раньше она была а Голландия а что голландцы не имели своих колоний тоже имели колонии сейчас они говорят колонии живут хорошо но они хорошо у них первоначальный капитал они собрали за счет других народов хороший потому что для развития капиталистического нужно собрать набрать первоначальный капитал по-разному кто занимался работорговлей как англичане но сейчас они выйдут а работорговлей уже не получится заниматься уже так у них не получится здорово после их Брексита из Объединенной Европы когда они выходят то есть право на самоопределение вплоть до отделения означает что нельзя насильно держать в союзе государств другую нацию насильно нельзя точно так же как брачный союз все предполагает стороны брачного союза имеют право на отделение или нет если они не имеют право на отделение то это вот это то что было при царе это неуважение другой стороны брака то есть какая может быть такая прочная любовь если другая сторона не может освободиться от этого брака одно дело право на отделение а другое дело призыв к отделению а призыв к чему должен быть позитивный к самому тесному соединению трудящихся всех наций, правильно? Ну и Ленин такую задачу ставил, что надо двигаться к образованию всемирного советского государства, управляемого пролетариатом всех стран. Тут никакого нет желания разделяться, наоборот, соединяться, но как можно, вы собираетесь соединиться с иностранными капиталистами, с ними нельзя соединяться, потому что и со своими не надо соединяться. А вот капиталисты друг с другом, они соединяются. Пока товарищи пролетарии думают об этом еще только, нет такого понятия, как буржуазия, буржуазный национализм. Буржуазный национализм, но такой буржуазный национализм, который является интернациональным. Буржуазный интернационализм как называется? Нет. Космополитизм. Космополитизм. Буржуазеи всех стран соединяются. Правильно? Мы все должны соединиться и душить рабочий класс всех стран. Правильно? Ну, если мы тут собрались, и все капиталисты, и все из разных стран. Вы из Японии, вы из Эстонии, вы из Польши, вы из Канады, вы из Бразилии. Что будем делать с этими? Надо договориться об общей политике, правильно? А то они, если у нас будут большие различия в заработной плате, вот вы начнете поднимать зарплату, к вам все поедут. Вот имейте в виду, к вам приплывут наши корабли, чтобы вы не поднимали там зарплату по своим. Или у вас будет там попытка улучшить положение своих рабочих. Смотрите, у нас тут есть единый фронт, мы их собираем, собираемся и так далее. Конечно, нет, иногда вот рассуждают о мировом правительстве с точки зрения того, что где-то сидят, где-то прячутся, это мировое правительство и управляют. Но это вот люди, я бы сказал, темные, так рассуждают, непросвещенные, потому что они думают, что это за правительство, у которого нет в руках армии. А у кого у нас сейчас есть большая военная сила? В Америке. Вот оно и есть. В правительстве Америки есть претендент на мировое. Но оно уже не может быть мировым правительством, потому что полтора миллиарда человек живут в социалистических странах. Поэтому он никак не может быть мировым уже, никак уже не может быть мировым. А перспективным может быть правительством, после того, как все страны станут социалистическими, может появиться мировое правительство. А буржуазного уже не может быть мирового правительства. Такая жизнь уже наступила в наше время. Так, перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok